МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как заявляют представители украинской разведки, у них есть информация о том, кто совершил жестокое убийство военнослужащего ВСУ, видеозапись которого появилась в интернете. Депутат Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагает ввести военный налог. Верховный суд Татарстана подтвердил решение о депортации в Китай блогера Сюи Хаояна, приговоренного в России к административному аресту по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Также сегодня. Универсальный совет уезжать, уезжать как можно быстрее, не дожидаясь осеннего призыва. А пока надо сделать так, чтобы ваш аккаунт госуслуги перестал существовать. Как быть тем, кто хочет избежать призыва на военную службу после принятия закона о так называемых электронных повестках. Самой обсуждаемой темой остается появившаяся в социальных сетях видеозапись, на которой предположительно запечатлена жестокая казнь украинского военнопленного российскими военнослужащими. Достоверность этой записи пока официально никем не подтверждена, когда и где она сделана тоже точно неизвестно, предположительно летом прошлого года. Тем не менее, представители украинской разведки уже заявили, что обладают информацией о том, кто был убит и кто должен понести за это наказание. Алексей Мельчаков, командир вооруженного отряда неонацистов «Русичи», воюющего в Донбассе на стороне России, сделал следующую запись в социальных сетях. Вы удивитесь, сколько таких видео будет постепенно всплывать. Основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу. Нет» Владимир Осечкин в интервью YouTube-канала «Уходарковский лайф» заявил, что к убийству украинского военного могут быть причастны наемники из ЧВК «Вагнер». Мы связались с Андреем Медведевым, экс-командиром 1-го отделения 4-го завода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. В Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и к компьютеру. Мы отправили это видео. Он его несколько раз внимательно прослушал и посмотрел. И он однозначно опознает там своих бывших коллег, бойцов ЧВК «Вагнер» по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям между самой вот этой вот внесудебной казнью и жестоким убийством, по тому, какие выстрелы раздаются из АГС. И вот по целому ряду моментов, которые он, как человек, который был в «Вагнере» и знает их позывные и кодовые какие-то определенные там слова и шифры, он однозначно утверждает и помогает нам в опознании, что вот этой вот внесудебной казни, к этому страшному убийству, к жестокому убийству причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК «Вагнер». Это был основатель правозащитного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» Владимир Осечкин, фрагмент эфира YouTube-канала «Ходорковский Лайв». Как я уже рассказывал вчера, президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не игнорировать страшную видеозапись, сказав, что на этом видео, цитата, «Россия представлена такой, какая она есть сейчас». Пресс-секретарь ведомства по иностранным делам Европейской комиссии Набила Масрали резко осудила убийство украинского военнопленного, отметив, однако, что подлинность видеозаписи еще нуждается в подтверждении. Если его правдивость подтвердится, это будет еще одно подтверждение бесчеловечного характера российской агрессии. Убийство военнопленных — это серьезное нарушение Женевской конвенции, и это демонстрирует еще раз, что Россия полностью игнорирует международное право, и в частности, международное гуманитарное право. ЕС подчеркивает готовность привлечь к ответственности всех исполнителей и соучастников военных преступлений, совершенных в контексте агрессивной войны России против Украины. Это была пресс-секретарь ведомства по иностранным делам Европейской комиссии Набила Масрали. Обращает на себя внимание и реакция на публикацию упомянутой видеозаписи в России и на оккупированных территориях Украины. Бывший депутат Верховной Рады, ныне один из лидеров донбасских сепаратистов Олег Царев, назвал отрезание головы преступлением и выразил надежду, что преступники будут наказаны. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своем комментарии впервые не стал отрицать саму возможность совершения военного преступления российскими военнослужащими. Давайте послушаем, что конкретно сказал Дмитрий Песков. Сначала нужно проверить достоверность этих кадров ужасных. Безусловно, это ужасные кадры. И сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место, если имело, то где и со стороны кого. Но опять же, хочу сказать, что прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Напомню, что ранее российские власти категорически отрицали причастность российской армии к военным преступлениям, даже трагедию в буче, называя инсценировкой, несмотря на все предъявленные миру доказательства массовых убийств мирных граждан. То же касалось и, к примеру, бомбардировки роддома в Мариуполе и других преступлений. Можно ли говорить, исходя из комментария Дмитрия Пескова, то, что риторика Кремля хотя бы несколько изменилась? Кто вообще и зачем делает подобные видео, и почему видеозапись убийства появилась именно сейчас? Вот как на эти вопросы отвечает политолог, главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Я не думаю, что они как-то поменяли риторику. Просто война уже идет очень долго, да, и полностью отрицать то, что военные преступления российской армии так или иначе совершаются, в частности, после решения ГАГского суда по Владимиру Путину, ну, становится уже невозможно. То есть всем понятно, что когда ты ведешь войну в течение более года, всем понятно, что есть, когда есть такой массив доказательной базы, не по этому конкретному видео, но, в принципе, по действию российской армии, и всем понятно, когда десятки стран мира осуждают то, что ты делаешь, занимать позицию о том, что это только высокоточные ракеты летят, значит, в какие-то цели, а на самом деле мы заботимся про мирных граждан и защищаем их от неонацистов. Но эта позиция не вызывает энтузиазма, мне кажется, даже у самых последовательных пропагандистов. И если смотреть на российскую пропаганду, то они, в принципе, сейчас гораздо меньше скрывают свои истинные и цели, и средства, да, чем это было год назад. Они говорят, да, нам не нужно это государство Украина, да, это война с поддерживающим Украину Западом, да, в этой войне все методы хороши, ну и вот мы по таким гуманитарным причинам акцентируем внимание на пытках и военных преступлениях, такого рода, да, как на этом видео, но попутно российская пропаганда, напомню, ежедневно пропагандирует идеи ядерной войны, как хорошего способа решить все проблемы российской армии и добиться стратегического успеха. Если идет, опять же, вот эта большая война, где совершаются эти преступления, то люди снимают разного рода видео. Вообще это удивительная ситуация, да, когда военные преступления, вообще военные действия в широком смысле слова, они очень хорошо задокументированы. Потому что даже если официально на войну с собой какие-то смартфоны брать нельзя, понятно, что у многих они есть, может быть, находятся в деактивированном состоянии, для того, чтобы их нельзя было пеленговать, но, тем не менее, возможность снимать видео, например, у многих солдат и офицеров присутствует с обеих сторон, присутствует она у мирных граждан, есть видеорегистраторы. Все это позволяет нам в подробностях узнавать про военные преступления, связанные с происходящей в Буче, например. И здесь похожие ситуации, то есть накапливается некоторый критический массив видео, который снимается в течение войны. А потом вы можете себе представить, что этот человек, который снял это видео, он мог, ну, не знаю, например, выпить и рассказать об этом своим друзьям. Друзья ему не поверили, возможно, он находится сейчас в мирной жизни, например, на территории Российской Федерации. Друзья ему не поверили, и он решил поделиться этим видео. Кто-то, таким образом, эта цепочка была запущена, и через много месяцев это видео оказалось в публичном доступе, потому что уже, ну, то есть не было никакого плана, просто это такой вирусный маркетинг. Люди спрашивают, ну, как там на войне? Человек отвечает, я тебе сейчас такое покажу. Я не думаю, что был какой-то спланированный план. Это как раз проблема, как показывают, например, расследования журналистские с отдельными участниками военных преступлений. Проблема для них в том, что они в какой-то момент времени начинают сами на себя давать показания или совершать действия, которые, ну, позволяют установить их причастность к совершению военных преступлений. А здесь видео все еще осталось анонимным при этом, да, то есть оно для человека, который его снимал, достаточно безопасно. Мне кажется, что Z-паблики, вообще некоторая часть российского общества, я надеюсь, что все же еще далеко не вся и даже не большинство, после года этой войны они взяли действительно курс, они всерьез поверили в то, что врагами России являются нелюди, что как бы убийство таких людей всеми способами, это, в общем, не преступление, это доблесть. Такая же риторика распространяется в отношении внутренних врагов и предателей. Нам очень долго российская пропаганда нам говорила, что российская армия воюет с ордами нацистов и извращенцев, и в этом контексте совершить военное преступление против одного из них, это рассматривается как некое подтверждение своей правоты. Вот этими существами, говорит российская пропаганда, на таком низовом уровне, на уровне этих Z-пабликов, нужно поступать следующим образом, и в этом есть некое специфическое Z-достоинство, как они его понимают. Мнение философа и политолога, главного редактора издания «Новая газета Европа» Кирилла Мартынова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и еще одна первополосная тема последних дней – молниеносное принятие Государственной Думы и одобрение затем Советом Федерации закона, легализирующего так называемые электронные повестки, а фактически санкционирующего создание реестра военнообязанных в России и предусматривающего резкое ограничение прав и даже уголовное наказание тех, кто попытается уклониться от призыва на военную службу, как срочную, так и в рамках мобилизации. Героем дня российских государственных телеканалов вчера стал инициатор принятия этого закона председатель Думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картополов, который в своих выступлениях не скрывал радости. У меня лично, как у человека, прошедшего срочную военную службу, сложилось ощущение, что в прошлом Картополову неоднократно доставалось от начальства за невыполнение плана по призыву в своем округе. Но давайте его послушаем. Я сегодня так внимательно просматривал телеграм-каналы, другие источники и, откровенно вам скажу, порадовался. Я порадовался, какой поднялся войн о вот этих всех оппозиционных и полуоппозиционных ресурсах. Я порадовался, как раздухарилась вся вот эта вот пропендоская шушера. Ну вот так уж, вот так уж кричат. Это значит одно. Это значит, что мы попали не просто в яблочко, а мы попали в центр нолика цифры 10 вот в этом самом яблочке. Потому что, конечно, для них было бы очень удобно, чтобы у нас наша система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне середины прошлого века. Нет, не будет этого. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире. И мы все, что необходимо, до этого сделали. А теперь, ребята, догоняйте. Ворил председатель Думского комитета по обороне Андрей Картополов. Как я уже упоминал вчера, проект закона с условным названием об электронных повестках был опубликован на сайте Государственной Думы в тот момент, когда депутаты уже должны были приступить к его обсуждению. То есть с содержанием предложенных поправок они знакомились уже в ходе пленарного заседания Думы. Тем не менее, во втором и третьем чтении закон был единогласно принят за один день. На следующий день его одобрил Совет Федерации. Там против голосовала только Людмила Нарусова. А сейчас, когда вы слушаете этот выпуск, закон, возможно, уже подписал и Владимир Путин. Тем не менее, глава Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что цифровой реестр военнообязанных будет составлен только к осени. Такая медлительность вызвала разочарование у депутата справедливороса Олега Нилова, который в своем комментарии предложил заодно ввести в Россию военный налог. По его мнению, повышение налога на доходы позволило бы увеличить зарплаты тем, кто добровольно хочет идти на войну. Две-три тысячи рублей в месяц, которые при этом, по оценкам Нилова, придется заплатить, серьезной суммой депутат не считает. Для меня немножко странное заявление. Мы вот тут в ускоренном порядке, в двух чтениях рассматриваем закон, а к осени министр цифровой наш только-только выполнит эту работу. Надо, на мой взгляд, посмотреть. Может быть, все-таки мы во время, особое время, пусть не военное, но не мирное точно для страны, будем как-то побыстрее реализовывать принятые законы в Государственной Думе, в Совете Федерации, подписанной президентом. Спешка не нужна, но и раскачивание вот такое, к чему? Во многих странах это используется, в той же самой Украине, военный налог. На время военной операции ввести военный налог. Несколько процентов, два-три процента к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери? Значит, цепсошная, понятно, вся аудитория, опасаясь принятия такого решения, значит, сейчас опять в очередной раз набросится на меня, значит, с хаем, гиканьем и всяческими такими. Я обращаюсь не к ним, не к блогерам диванным, я обращаюсь к мужчинам. Больше всего опасений, да, о том, что будет мобилизация. Под влиянием всего этого, значит, кто-то бежит, кто-то прячется, поэтому и есть вот какое-то неприятие таких законов, которые мы приняли вчера. Так вот, заплатив тысячу, две тысячи в месяц, вот эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, там, скажем, до 40-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшую проблему. Это был депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов. Но перспективы избежать мобилизации за счет финансирования тех, кто хочет воевать добровольно, пока выглядит в России туманно, желающих отправиться на войну в Украине становится все меньше и меньше, а государство действует все жестче, ограничивая возможности уклониться от призыва и увеличивая количество военнообязанных в России. Что делать в такой ситуации? Адвокат-правозащитник, глава проекта 1-й отдел Иван Павлов, оценивает сложившуюся ситуацию довольно пессимистично, но называет вещи своими именами. Универсальный совет уезжать. Все остальное требует такой, знаете, как бы ручной настройки в индивидуальном режиме, потому что каждая история уникальна, и тут юристы могут подсказать что-то индивидуальное при общении непосредственно с тем, кто спрашивает. А универсальный совет уезжать, уезжать как можно быстрее, не дожидаясь осеннего призыва. А пока надо сделать так, чтобы ваш аккаунт госуслуги перестал существовать. А и существует еще как бы опасность того, что повестка может быть доставлена и в бумажной форме, такой как бы традиционной. И сейчас, кстати, многие юристы спорят, вот если, например, заказное письмо пролежало на почте, никто не пришел за ним, письмо отправилось обратно в военкомат, кто-то считает, что это будет приравнено к отказу от того, чтобы получить повестку, и, соответственно, повестка будет считаться врученной. Кто-то говорит, что нет, все-таки по разным причинам могут не прийти на почту за заказным письмом, но, в общем, исходить надо из того, что плохие законы будут действовать плохо, поэтому готовиться надо к худшему. Если вы не хотите превратиться в груз-200 или груз-300, то в военкомат идти нельзя. Как бы, к сожалению, выбор жесткий, и его надо делать. Ну, можно предложить избавиться и от транспорта, и от недвижимости, сделать так, чтобы в вашей собственности не было никаких активов. В этом случае, наверное, будет легче. Здесь, конечно, есть множество правозащитных ресурсов, которые работают индивидуально. Не надо, например, даже выходить из дома, вы можете через интернет общаться с этими правозащитными ресурсами. Их список, кстати, есть на нашем сайте, на ресурсах проекта «Первый отдел». Все, кто помогает по военной линии, вы можете обратиться к специалистам и получить квалифицированную помощь индивидуальную. Рассказывать о всех нюансах, которые есть вот так вот во всеуслышание, но это значит раскрывать некоторые лайфхаки, которые еще пока остаются. Их мало. Их мало. Давайте их побережем. До суда лучше не доводите, ребята. Это, так сказать, суд у нас превратился в трибуналы, поэтому исходите из того, что суд не будет на вашей стороне, а сделает все для того, чтобы отстоять право военкомата, призывать вас. Это был адвокат-правозащитник, глава проекта «Первый отдел» Иван Павлов. На фоне обсуждения закона о так называемых электронных повестках почти незамеченным оказался доклад о результатах деятельности парламентской комиссии по расследованию деятельности лаборатории США в Украине, который представила сопредседатель комиссии Ирина Яровая. Признаться, боевые комары, распространяющие смертельно опасные вирусы, о которых говорил прошлой весной даже посол России в ООН Василий Небензе, стали потихоньку забываться. А в опубликованном докладе, судя по всему, их нет. Остались только птицы и летучие мыши. Яровая в представлении доклада упомянула о якобы совершенной диверсии с применением биологического оружия в одной из школ на оккупированной территории Луганской области Украины. Об этой диверсии Яровая говорила и в интервью телеканалу «Звезда». Вот этот фрагмент. Мы установили акт биотерроризма на территории Луганской школы. Это фактически преступление, совершенное с особым цинизмом. Там были разбросаны копии подельных купюр денежных, которые были заражены штаммом азиатского туберкулеза, высокорезистентного. Экспертиза, которую мы провели, подтвердила, что данные купюры могли быть заражены исключительно в лабораторных условиях. Что на этих купюрах даже после двукратной обработки оставался живым штамм азиатского туберкулеза. Говорила депутат Государственной Думы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности лаборатории США на Украине Ирина Яровая. Я опросил знакомых мне врачей. Никто из них не знает о болезни под названием азиатский туберкулез. Упоминания об этом заболевании в интернете опять-таки связаны только с сообщениями о докладе Яровой. Но, возможно, имелся в виду некий азиатский штамм туберкулеза или что-то еще, в любом случае, абсолютно однозначно утверждать, что азиатского туберкулеза не существует, я не могу. Но что совершенно точно, так это то, что Ирина Яровая о якобы имевшей место страшной диверсии в Луганской школе рассказывала в первый раз еще больше года назад. О ней же рассказывал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Из его слов следовало, что это все случилось в 2020 году. В школе были разбросаны купюры из так называемого банка приколов в расчете на то, что, цитата, «школьники все тянут в рот и берут продукты питания немытыми руками». Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд Татарстана отклонил апелляцию на решение о депортации гражданина КНР Сюй Хаояна, который был приговорен к семи суткам административного ареста по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Донос на него и на его партнера, москвича Геллу Гагишвили, написал 43-летний сторож православного храма в Алтайском крае Владимир Кушнирик. Сюй и Гагишвили вели видеоблог, в котором рассказывали о своих отношениях. Как сказала в интервью телеграм-каналу СОТА адвокат Сюй Хаояна Мария Вараева, рассмотрение апелляции прошло очень быстро, а судья удалялся в совещательную комнату всего на одну минуту. Теперь, по словам Вараевой, депортации Сюй Хаояна уже ничто не может помешать, даже благоприятный исход апелляции на решение по его административному делу по статье об ЛГБТ-пропаганде. Суд заслушал наши доводы, задавал вопросы какие-то уточняющие. Из этих вопросов у меня сложилось впечатление, что все же не очень внимательно меня суд слушал. Ну и скорость принятия решения, она тоже достаточно стандартная и быстрая. В таких ситуациях это, к сожалению, распространенная практика. Чаще всего это говорит о том, что решение было уже, условно говоря, вынесено до того, как судья заслушал позицию защиты. На наш взгляд это, конечно, прям полное безобразие. То есть те документы, которые имеются в материалах дела, по моему мнению, не соответствуют требованиям Кодекса об административном правонарушении, и на их основании привлечь к административной ответственности никого вообще не было нельзя. Потому что самое главное доказательство протокола об административном правонарушении не содержит те сведения, которые необходимы для того, чтобы определить, какой суд должен рассматривать. А это самый прям принципиальный вопрос. Это была адвокат китайского блогера Сюи Хаояна Мария Вараева. Владимир Путин вновь заговорил о радужных перспективах развития российской экономики даже в условиях экономических санкций. При этом даже упомянул о предстоящем серьезном экономическом росте в России. Комментарий на эту тему нашего обозревателя Максима Бланта. Владимир Путин накануне провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. Говорили, как обычно, о том, как крепкая и устойчива российская экономика перед лицом беспрецедентных санкций. Ну и о радужных перспективах развития, которым не помешают временные трудности на местах. В целом можно отметить, что российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста. По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. Вот тут у нас, пожалуй, настоящий макроэкономический прорыв. Горизонт планирования потрясает воображение. Прогноз на апрель позитивный. Экономика существенно прибавит в реальном выражении. Очевидно, Путин имел в виду в годовом выражении. Тогда все действительно встает на свои места. Сравнивать нынешние результаты с апрелем 2022 года, когда российская экономика продолжала пребывать в шоке, а отдельные отрасли просто прекратили работу, сегодня как никогда выгодно. Во второй половине 2022 года экономика худо-бедно начала функционировать, а военно-промышленный комплекс, накачанный бюджетными деньгами, и вовсе принялся расти как на дрожжах. И сейчас этот подъем, пусть и не теми темпами, но продолжается. За счет гражданских отраслей, понятное дело. Что же до прогнозов социально-экономического развития на текущий год, которые, по словам Путина, значительно улучшились, то тут про рост еще бабушка на двое сказала. Например, Банк России действительно пересмотрел свои оценки. И если раньше они думали, что экономика продолжит падать в диапазоне от 1 до 4%, сейчас склоняются к стагнации. Коридор от минус 1 до плюс 1% в год. То есть около нуля. А это значит, что ни восстановительного роста после острой фазы кризиса, ни мощной военно-промышленной подпитки не хватает даже для того, чтобы выйти на довоенные показатели. Почему так? Путин тоже говорит. Один из ключевых вопросов сегодня это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массового сокращения сотрудников. Сохранили коллектив. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Итак, экономика сократилась. Выпускать товаров и предоставлять услуг стали меньше. А рабочих рук, которые могли бы вернуть производство к довоенному уровню и обеспечить дальнейший рост, как говорит Путин, просто не хватает. И это не те временные трудности, которые можно было бы решить традиционным способом, которым российские власти привыкли решать любые вопросы. То есть залить деньгами. Сколько рублей ни напечатай, людей в стране не прибавится. Особенно сейчас, когда все ждут украинского наступления и очередной волны мобилизации в России. Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и, конечно, на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».